Добрый вечер! В эфире «Вести Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашей программе. Служба по контракту и поступление в военные вузы. Какие преимущества? Сегодня об этом говорили на брифинге в Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Осторожно аварийно-опасный участок. Автоинспекторы Радико-Хабльского района провели профилактическое мероприятие и напомнили о важности соблюдения ПДД. Заменено буквально все. Фасад, инженерные конструкции, а также система энергоснабжения. Завершился капитальный ремонт общежитий Качегу. Чем и как кормят детей в школьных столовых? Съемочная группа «Вести» побывала в Знаменской средней школе. Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии сегодня прошел брифинг, основными темами которого стали поступление в военные институты и призыв на службу по контракту. Какие категории граждан подходят для поступления? Что необходимо знать абитуриенту? Какова вероятность дальнейшего трудоустройства в Управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии? Какие требования предъявляются людям, желающим поступить на воинскую службу по контракту? На эти и другие вопросы журналистам рассказал в Рио начальника отделения учета и комплектования регионального ведомства Олег Кутлакаев. Для того, чтобы стать абитуриентом военных институтов, необходимо гражданину подать заявление военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. В заявлении необходимо будет указать, какой институт он выбирает и какой факультет. Всего у нас есть в войсках национальной гвардии четыре военных института. В Адыгихабльском районном отделе госавтоинспекции на обслуживаемой территории зафиксирован аварийно-опасный участок. Это 47-й километр федеральной автодороги Подеск-Черкеску. Больше трети всех ЧП на трассе случилось именно на данном участке. Полицейские провели профилактическое мероприятие с целью напомнить водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Артур Мкцея продолжит тему. В Адыгихабльском районе республики этот участок автодороги считается одним из аварийно-опасных. За прошлый год около трети всех происшествий на федеральной трассе случились именно здесь. В семи ДТП пострадали четыре человека. Как отмечают сами автоинспекторы, до оборудования участка разделительными барьерами статистика была еще печальнее. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения после маневрирования. И несоблюдение дистанции и бокового интервала между автомобилями. Самым эффективным методом надзора за дорожным движением является непосредственно патрулирование дорог и контроль трассы на особо сложных участках, каковыми является данный участок автодороги. Отремонтированная ранее трасса, с одной стороны, стала куда удобнее для передвижения, с другой, теперь далеко не каждый автомобилист соблюдает скоростной режим. На перекрестке случиться может всякое, и резкое торможение на большой скорости чревато трагическими последствиями. Будь водители более внимательными к остальным участникам дорожного движения, значительной части происшествий удалось бы избежать. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в ОГИ БДД пересмотрены и изменены места дислокации нарядов ДПС. Наряды ДПС приближены к аварийно-опасным участкам автодорога и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Ежедневно экипажам ДПС выписываются служебные задания с указанием времени и места несения службы на аварийно-опасных участках автодорог и в местах с интенсивным движением транспортных средств. Мы предупреждаем, стоит аварийно-опасный участок. Будьте внимательны, не снижайте скорость. Спасибо. Будьте аккуратны. Спасибо большое. Проверки на дорогах и профилактические наставления водителям такие меры предупредительного характера регулярно применяют сотрудники госавтоинспекции, чтобы снизить статистику аварийности на обслуживаемой территории. Артур Мухце, Ислам Румов, Вести, Карачаев, Черкесия, Адыгехабльский район. В рамках инспектирования межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в Ногайском и Адыгехабльском районах проведен мониторинг общественного мнения о деятельности отдела. В соответствии с приказом МВД России номер 777 опросом в 10 населенных пунктах охвачены 300 человек в возрасте от 18 лет. Они анонимно ответили на несколько вопросов, касающихся доверия к ОВД, уровня защищенности и оценки деятельности полиции. Около 90% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, доверяют полиции и положительно оценивают работу органов внутренних дел. Опрос проводился с участием членов общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. В горах местами 0, минус 5. Днем плюс 17, 22 тепла. В горах местами плюс 9, 14 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 20, 22 тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9000. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А. 43-73-87. В Кисловодском цирке с 29 апреля оживают мифы Древней Греции. Арена цирка превратится в бескрайнее море. Фонтаны, морские котики, лазерное шоу, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Комфортная обстановка – основа вдохновения для новых свершений, открытий в науке, да и в учебе. В Качаку имени Умара Алиева завершились работы по капитальному ремонту студенческих общежитий. В каких теперь условиях будут постигать разные науки от гуманитарных до самых точных, учащийся старейшего вуза нашей республики узнавал Ахмат Халкечев. Такого капитального ремонта в университетских общежитиях Качаку еще не было. От старого здания, можно сказать, сохранился только остов. Заменено буквально все. Это не только фасад и внутренняя отделка, но и все инженерные конструкции, а также системы энергоснабжения. В обновленных коридорах последние штрихи наводят сами будущие жильцы – студенты-дизайнеры Института культуры и искусств. Цветовые решения, исполненные в технике геометрического абстракционизма, молодые люди подбирают в позитивно мотивирующих тонах и оттенках. Помимо сетического наслаждения студенты после рабочего дня, учебу будут когда приходить, они это еще прям смотрят яркие, улыбаются, им хорошо, успокаиваются. За краски взялся и ректор Таусолтан Узденов. В таких комфортных условиях нам теперь и сессии не страшно, признаются студенты. В том, что условия проживания должны повлиять на качество успеваемости, не сомневается и руководство вуза. По сути дела, каждый блок у нас – это отдельная двухкомнатная квартира. Со всеми условиями я хочу измерить по специальной графе. Индекс счастья у этих студентов как меняется. Хотим это измерить и запатентовать такой метод. Это довольно интересная аналитика должна быть. Это наша гипотеза, первичная гипотеза, да, говорит о том, что на 37% индекс счастья должен увеличиться. А там посмотрим. В отремонтированные блоки первые новоселы начали завозить свои принадлежности и обживаться. Вдохновляет студентов не только освоение наук и высокие результаты в учебе, но и ни с чем не сравнимые виды великолепной природы, на луне которой и расположилась туристическая и студенческая столица нашей республики. Заходишь и не хочется говорить «блог», как будто заходишь уже в приличную гостиницу. Все красиво, придраться не к чему. Хорошее настроение влияет на все и на успеваемость. То есть ты встаешь уже радостно, в позитиве, заряженный, идешь на учебу и тебе хочется учиться, открывать что-то новое. Как еще поведал ректор Кычагу Таусалтан Уздьянов, в планах территорию университетского кампуса разбить на функциональные блоки. Будут спортивный сектор, сектор релаксации и отдыха, а также сектор интеллектуально-творческого развития обучающихся. С целью максимального взаимодействия в вопросах модернизации студенческого городка по поручению ректора ВОЗа сформирован и уже активно предлагает свои идеи совет студентов, живущих здесь. Ахмат Каткевичев, Ислам Урумов, Вести Крачаево-Черкесия, Карачаевск. Школьное питание – залог здоровья и успешной учебы. Обязательно наличие первого, второго и салатов горячего напитка – таков обед учащихся общевыразовательных учреждений Прикубанского района, где организовано горячее питание, соответствующее единому меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии. Каковы же основные характеристики, особенности и требования к школьному питанию, узнавала Алла Качиева. Мы кушаем каждый день. Меню разнообразное. Очень много всего. Есть и гречка, и макароны, и пюре. Разные гарниры, котлеты, салаты, что очень полезно, потому что овощи – это полезно. Кормят хорошо, порции большие. На весь день хватает. Также соки, компоты, различные сладости и много чего еще. Ежедневно на столах знамерских гимназистов обязательно блюда из мяса, либо птицы, или же рыбы, свежие овощи. Ведь пищевой рацион школьника должен быть сбалансированным, разнообразным и удовлетворять энергетические потребности детского организма. Организация питания в школе является важнейшей частью качественного образования детей. Специальное меню составляется. В связи с тем, что наступает весна, я витаминоз, надо как-то преодолеть. У нас хороший повар-технолог, она это знает, составляет меню. Всего в этом образовательном учреждении 235 учащихся. Ученики начальных классов обеспечены двухразовым горячим питанием. Обеды им предоставляются за счет государства. Старшеклассники же здесь только обедают. Столовая гимназии в селе Знаменском рассчитана на 120 посадочных мест. Всеважные нюансы школьного питания, режим, рацион, примерное меню и требования к столовой зафиксированы санпином. И здесь строго соблюдаются все нормы и правила. После того, как повар сделал свою работу по технологии, по технологическим картам, естественно, после этого я проверяю, беру пробы. После этого мы пробы забираем в тары, которые у нас проверяет санпин. А со стороны деток наша безопасность тем, что под руководством классных руководителей они моют ручки. Соответственно, дети уже к этому приучены. Они моют ручки и только так садятся за стол. Организация полноценного питания в школе во многом зависит от педагогов. Именно они отвечают за четко организованный прием пищи школьниками и следят за тем, чтобы ученики получали горячий завтрак или обед в одно и то же время и ели не спеша. Внедрена также система родительского контроля за организацией питания, которая проходит в очном и дистанционном формате. Конечно, встречаются дети, которым что-то не нравится. Кто-то гречку не любит, кто-то какую-нибудь кашу. Но то, что классный руководитель объясняет, проводит беседы. И то, что наш повар вкусно готовит, конечно, играет очень важную роль. И в принципе у нас дети все с удовольствием обедают, все кушают с удовольствием. Учителя проводят классные часы, во время которых объясняют детям, для чего нужно питаться, рассказывают о полезности продуктов, демонстрируют составы блюд. Почему нам приходится, к сожалению, объяснять полезность продуктов? Потому что сейчас много фастфудов, много всяких праздников они проводят вне школы, вне дома, в кафе и в ресторанах. Вот, поэтому еда там и здесь в школе, конечно, отличается. Поэтому детям каждый раз объясняем полезность продуктов. Почему еда в столовой отличается от еды в кафе? Потому что в столовых всегда обязательно здесь делают нам полезную еду, готовят. Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и способностей к эффективному обучению. Все это ведет и к улучшению показателей уровня здоровья населения в целом. И в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Алла Качива, Ахмат Чучаев, Ислам Рума, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район. Сегодня черкесы всего мира отмечают День адыгского флага. Идея празднования этого дня заключается в бережном сохранении возрождения народных традиций и обычаев при общении к истории своего этноса, национальным символам и единством. Зеленое полотнище с изображением 12 золотых звезд и трех перекрещенных стрел олицетворяет многовековую историю адыгского народа, утверждает преемственность поколений, укрепляет преданность и любовь к родной земле. День адыгского флага отмечают потомки черкесских эмигрантов более чем в 50 странах мира. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дорога к счастью». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!